В настоящее время на территории республики наблюдается период высокоактивности клещей. Уже к началу лета в медучреждения республики обратились 142 человека по поводу укусов этих насекомых. Данная статистика не превышает среднее значение, но лучше заранее безопасить себя от возможных инфекционных заболеваний, говорят в Распотребнадзоре. Подробности у Али Боташева. Черкесск 69, Жигутинский район 14, Малокарачаевский 13. Это наиболее распространенный случай укуса эксоидными клещами жителей республики в этом году. Самодейственная мера борьбы с вредными насекомыми, опрыскивание парков и других территорий. Но это еще не все, говорят в Роспотребнадзоре. Важно предупреждать население об опасности заражения инфекционными заболеваниями. Следует отметить, что помимо Крымкунга геморрагической лихорадки, которая является особо опасным заболеванием, на территории нашей республики клещи могут быть источником других инфекционных заболеваний, таких как толеремия, лаймборелиус. Эти заболевания не смертельны для человека, но, допустим, лаймборелиус приводит к инвалидизации. Причем люди с самого начала затрудняются в постановке диагноза. В этом году на территории республики укусом клещи подверглись 142 человека. В прошлом было зарегистрировано 248 таких случаев. Если клещ все же присосался к вашей коже, следует сразу же обратиться за медицинской помощью. Прежде всего при удалении этого присосавшегося насекомого, чтобы правильно обработать рану, удалить насекомое. И дальше обязательно нужно консультироваться с инфекционистом. Две недели после этого происшествия необходимо внимательно наблюдать за состоянием своего здоровья. Самым надежным и самым безопасным способом профилактики укусов клещей является правильная одежда. Прежде всего это светлые тона одежды, чтобы можно было заметить на одежде ползущего насекомого и вовремя его удалить. Эта одежда должна быть обязательно длинные рукава, длинные штанины, которые заправляются должны в носки, и чтобы исключить подползание насекомого под одежду. Отправляясь на природу или в парк, находясь на дачных и приусадебных участках, можно использовать репелленты – химические вещества, отпугивающие насекомых. К природным растениям, выполняющим эту функцию, относятся лаванда, кошачья мята, далматинская ромашка и другие. Али Батаршев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия.